Александр Ваймер День Героя России по традиции здесь отмечают соревнованиями, в данном случае по русскому бильярду. В районе происходило сразу несколько соревнований, в частности по настольному теннису и фигурному катанию. Сегодня в рамках проведения этих спортивных мероприятий поприветствовать участников и гостей бильярдного турнира прибыл руководитель районной администрации. Я уже проезжая по району и инспектируя, мне сообщили, что в настоящее время будет открываться турнир по русскому бильярду, естественно и посвященный Дню Героев Отечества Российской Федерации. Этот турнир очень тоже важен. Я хочу сказать, что курортный район в том числе и район Героев Отечества, Героев Российской Федерации. Я вас всех поздравляю с сегодняшним днем. Это то, что мы сегодня будем открывать русский бильярд. Всем участникам турнира я хотел бы пожелать хорошей, красивой игры, ну а зрителям прекрасных зрелищ. Спасибо. От казаков Сочинского отдела конвоя памяти императора Николая II Александру Ваймеру было порочено вручить архимандриду Гавриилу в честь 55-летия минную шашку. Такая модель была принята на вооружение казачьих войск царской армии в 1904 году. Офицеры среднего звена тогда подчеркивали боевые преимущества прямой рукояти шашки нового образца. Казачество Сочи, они были у нас, не дократа, вы помните, и здесь. Саныч, мы не можем приехать, но я прошу, пожалуйста, выполнить миссию батюшке нашему вручить, нашему, который беспокоится днем и ночью за Отечество, тем более он же сам офицер, сам учился в Академии, сам целый подполковник, он прекрасно все знает. И сегодня молится за нас, за всех, конечно, надо выполнить эту миссию. Мы хотим вручить вам, батюшка, и если можно, было бы правильно, вот сюда еще поставить стопочку, если она есть, по традиции, насколько я помню. Вы даже... да. Вот мы вам хотим вручить это, то, что мы обещали, мы выполнили, и вот при свидетелях мы вручаем вам город Сочи, пусть это видят, пусть покажут, что мы это все выполним. Глава района, Герой России из доказательного собрания Санкт-Петербурга, который отвечает и помогает все товарищу Бенскому. Это ценный подарок для казаков. Шашка и кинжал – это символы воинского духа. Это то самое дорогое. Если они дарят батюшке, то это очень по сердцу. Я передаю этот подарок казаку для хранения с другими экспонатами в музее казачества нашей общины. На открытии турнира сегодня в бильярдном клубе присутствовал герой России Олег Крюков. Олег Васильевич участвовал в боевых действиях в Чечне. В городе Буинакске в жилом квартале он лично обезвредил грузовик со взрывчаткой и часовым механизмом. Как позже выяснилось, за 15 минут до взрыва спас таким образом сотни мирных жителей. Вспоминая свой батальон, у меня четыре героя, один я только живу, остальные по смерти. Поэтому я считаю, что то, что вы поддерживаете на все, вспоминаете о них и учите на их примере молодых, это очень много-много знания. Ну и как всегда, который год уже, подрешите вам посовидовать, что у вас такие главы, что у вас есть начальник, который это все организует. Потому что, поверьте, во многих районах бываю, у вас просто не везде есть. Поэтому искренняя моя зависть такая, что я только друг ваш, а не живу в вашем районе. Спасибо. Олег Васильевич, разрешите пожать вашу мужественную руку. Сказать огромное спасибо клубу в лице руководства бильярдового клуба нашего, что этот турнир сегодня приурочен к этому дню. Опять же, это хорошая традиция, когда такие все мероприятия, они не проходят мимо, по крайней мере, в нашем городе и в нашем районе. После торжественной части, которую нам в сюжете пришлось значительно сократить по причине формата программы, начался турнир по русскому бильярду. Итоги его сегодня озвучивать не будем, они хорошо известны среди участников клуба. Отметим лишь достойные призы. Они на каждом турнире здесь обязательно присутствуют. Оружие в музее сегодня сдали не все. Есть те, кому оно теперь полагается по форме. Сан Саныч, а кинжал-то настоящий? Настоящий, кстати. Ну покажи. Который вот этот? О, дорогой мой. Холодное оружие. Это тебе все время носить с собой будете, да? Смотря в какое время. Если с формой, то да, а если без, то нет. Нельзя. А звание у вас подполковника? Да. Спасибо. Спасибо.